Вот и наступил последний месяц зимы, а это говорит о том, что приближается садовый сезон со своими радостями и премудростями. Это не может не радовать, магазинные помидоры и огурцы совсем нет желания покупать. Особенно, когда вспоминаешь куст томатов, который срываешь прямо с ветки. Один аромат чего стоит, насыщенный, натуральный. Ни один покупной в магазине не сравнится с тем, который вырастил сам на своей грядке. Сегодня мы с вами разберем высокорослые томаты, узнаем новинки и выделим топ от селекционеров фирмы Гавриш. Открывает наш обзор прекрасный дуэт бычье сердце, янтарное и бычье сердце кремовое. Это высокорослый, раннеспелый сорт, который рекомендуется выращивать в теплицах. Многокамерные плоды при правильной агротехнике вырастают до 6 штук на одной ветке. Вес одного томата может достигать от 200 до 250 грамм. На рассаду бычье сердце высевают в конце февраля-начале марта. Сочные, сладкие плоды вырастают у следующего сорта «Малиновый слон». Крупноплодный, среднерослый томат вырастает примерно от 113 до 117 дней от всходов до плодоношения. Может выращиваться в южных регионах в открытом грунте, а также под пленочными укрытиями, но только с подвязкой, так как вырастает более 2 метров высотой. Сочные, аппетитные плоды достигают массой до 500 грамм. На рассаду семена высаживают в конце февраля и начале марта, в апреле и в мае высадка в грунт. Следующий сорт – это прекрасная новинка кокоду розовый. Оригинальная форма плодов прекрасно подходит для фарширования. Индетерминатный, среднеспелый сорт может выращиваться под укрытиями и в открытом грунте в более южных регионах. У растения в кисти формируются до 5 плодов массой до 140 грамм. Посев на рассаду производят в конце марта-начале апреля, в открытый грунт высаживают в июне, а вот в парник можно и в мае. Следующий прекрасный гибрид – это томат F1 интуиция. Среднеспелый, с неограниченным ростом, рекомендуется выращивать в теплицах. Плоды с повышенным содержанием сахара массой 110 грамм подходят как для приготовления салатов, так и для консервации. Томат устойчив к растрескиванию и к таким болезням, как кладоспариозу, фузариозу и возбудителям вируса табачной мозаики. Сеять семена можно уже в конце февраля. Румяные щечки. Этот сорт занимает особое место в силу того, что в нем большое содержание полезных веществ. Более того, крупные сочные плоды отличаются вкусовыми качествами, и при хорошем уходе их масса достигает от 300 до 600 грамм. На рассаду посев проводят в марте, а вот в теплицу можно высаживать уже через 45 дней, при хороших погодных условиях чуть раньше. Сорт устойчив ко многим болезням. Среднеспелый, высокорослый сорт лисенок. От всходов до плодоношения проходит 105-110 дней. Можно выращивать как в открытом грунте, так и под укрытиями, но с подвязкой. У растения формируются крупные плоды массой до 350 грамм. Прекрасные вкусовые качества позволяют использовать помидоры для салатов и консервирования. На рассаду семь семена в начале марта, в грунт через 45-50 дней. Лапочка-дочка. Такое нежное название этот сорт получил совсем не зря. Нежная сладкая мякоть и плотная кожица, которая не растрескивается, полюбилась многим огородникам. Урожайный, среднеспелый сорт с длительным плодоношением выращивается как в открытом грунте, так и под пленочными укрытиями, но с подвязкой. Ведь высота томата может достигать более двух метров. На рассаду высевают в марте, в грунт в мае. И завершает наш обзор новая серия томатов. Это четверка прекрасного сорта каскад золотой, каскад коралловый, рябиновый и солнечный. Яркие сливовидные плоды массой до 30 грамм. В кисти содержат до 10 штук. Селекционеры компании Гавриш отмечают неповторимый, насыщенный и сладкий вкус. Растение достигает 180 сантиметров с длительным периодом плодоношения. Может выращиваться в открытом грунте и под пленочными укрытиями. На рассаду необходимо сеять эту четверку в начале марта. Дорогие друзья, я надеюсь вам понравился наш обзор и вы для себя выбрали наиболее интересные сорта. Приобрести томаты можно по ссылке под этим видео или спрашивайте в магазинах вашего города. И обращаю ваше внимание, что сорта томатов сохраняют скорость до 10 лет после сбора урожая. Конечно, при правильном хранении. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео понравилось. Пишите в комментариях, какие сорта нравятся вам. До встречи!